Приветик всем! Давно меня не было. Может кто-то соскучился за мной? Если соскучились, подпишитесь на меня. Хотела рассказать. Была только что ВТБ. На протяжении нескольких лет, по крайней мере, двух лет последних, потому что я скупляю сама в ВТБшке у нас. И тут такое особенное ВТБ, что я могу подъехать на машине прямо к ходу. Мне очень удобно, чтобы я не таскала сумки. Я выезжаю обычно с тележкой. И тут работает один охранник. И он на протяжении этих двух лет, он мне всегда, если видит меня, здоровается со мной. И потом спешит ко мне. И вот всегда выносит мою сумку к машине. Хотя тут не очень удобно на машине выехать с колясочкой. Но всё равно мне всегда помогает, всегда, когда видит, всегда помогает. Конечно, спасибо ему большое. Я вот мужу с ним рассказывала. Я говорю, какой молодец. Да, да. А к чему я это веду? И сегодня он меня опять в очередной раз несёт эту сумку. Я на него говорю, а ну зачем? Я на лёгкое сегодня сама. Спасибо. Я говорю, меня так вручаете. Он такой, говорит, мне так приятно для кого-то хотя бы делать хорошее дело. Да, для меня это точно хорошее дело. Потому что поднимать сумки мне, конечно, тяжеловато. Ну и в общем, я к чему это всё вела? К тому, что мы сегодня с этим были в больнице. Так как было рано, и я просто подвезла его на машине. Ну, уже решила подождать его. И потом уже с больницы выходим. И там так далеченько идти от ворот, где у меня стоит машина до входа. И там у ворот, подъезжает такси, выходит с неё молодой мужчина. Ну, как молодой? Ну, улиц сорока, наверное. И у него нет одной ноги, он на протезе. А протез не такой, как палочка, а такой прямо вот пружинкой такой. Я так иду, и вот мы с ним поравнялись. И я смотрю на его протез, и на него так посмотрела ему в глаза, так улыбнулась ему. И сын заметил мой, мы с твоим сыном идём, что я так осмотрела его и улыбнулась. Вот он мне говорит, мама, ты типа так себя ведёшь неправильно. Вот зачем ты обращаешь на него внимание? Вот надо к нему обращаться, как к обычному человеку. Ну, это военный, ясно, что было, что ему совершенно недавно ампутировали ногу. Ему очень-очень больно идти ещё. Он на костылях и плюс то нога. И, ну, видно, что он прямо кривится от боли, как ему больно, тяжело. Вот и надо в эту больницу идти. И вот у нас с сыном возвратился спор, нужно ли обращать на таких людей внимание. Ну, вы же сами понимаете, что таких людей в наших улицах всё больше и больше. Потому что война идёт, людей убивают, очень много увечий, особенно вот этих ампутаций ног и рук. И, говорю, каждый день я вижу по несколько человек в день. Вот. И вот у нас спор был о том, что нужно ли обращать внимание. Я ему доказываю, что, понимаю, что дело не в жалости, а в сочувствии к этому человеку. Потому что, ну, это неправильно, когда мы проходим мимо и даже не посмотрим в глаза, не улыбнёмся. Ну, они, как бы, должны понимать, что они не одни, что к ним есть сочувствие, и что люди готовы им помогать. А если просто тупо игнорировать, типа, как Младимка говорит, ну, типа, делай вид, что он такой, как и мы, что тут такого. Я говорю, тебе хорошо, когда ты здоровый, ты худишь, и руки ноги есть. А люди, которые пошли на войну, ну, практически не по своей воле, да. Вот. И лишились здоровья своего. И мы должны их игнорировать. Значит, это неправильно. Вот. Это просто неправильно. Почему я так говорю? Потому что я сама это испытала. Потому что даже вот, ну, допустим, вот я, хотя бы сейчас с палкой одной хожу, когда я на костылях, да, и иду на двух костылях, качу ещё эту тележку. Ну, муж мой мог это сделать, там, со мной поехать. Ну, мне для того, чтобы не сидеть дома, мне хотелось всегда выйти в магазин, там, увидеть людей, потому что очень долго у меня был постельный такой режим. Дома всё время сидела, никуда не выходила. Вот. И тут я оторвалась так, чтобы на улицу выйти, подышать, и мне хотелось в магазин идти. Вот. И я выталкивала, ну, представьте, на двух костылях ты толкаешь эту корзинку, тележку с сумкой. Вот. И это очень неудобно. А потом выгружаешь эту сумку, ну, это достаточно больно, когда у тебя поломаны ноги, стоят эти штифты, вот, и ещё нет сросшиеся кости. Вот. И очень хочется, чтобы кто-то обратил на тебя внимание и помог тебе. Ну, ведь видно, что тяжело, да. Ну, даже не потому, что это тяжёлая сумка, но просто это тяжело из-за травмы моей. Вот. Ну, скажу, за пару лет, ну, два раза мне помогли. Два раза мне помогли даже сумки не поставить, а откатить обратно тележку в зал. Вот, очень печально. Поэтому я считаю, что нужно таким людям помогать. Я как от первого лица говорю, это что, ничего страшного, если нас осматривают, что там у нас не так. И я, допустим, на это никогда не обижаюсь. Я, наоборот, если спрашиваю, то что с тобой, я всегда рассказываю людям. Ну, а что тут такого? Ну, да, случилось со мной. Да, я не такая, как остальные. И они не такие, как остальные. Поэтому, так, давайте к людям относиться с любовью. Так что я считаю, что нужно не стыдиться посмотреть на человека этого и пройти мимо и сделать вид, что всё нормально с ним. Нужно всё-таки проявлять сочувствие, внимание к такому человеку, потому что им тяжело на самом деле. хотя бы моральное сочувствие им нужно обязательно. Ну, знаете, я удивляюсь этой собаке, сколько он спит. Он спит непробудно всю ночь, пока я сплю. Он спит, пока у меня дома нету. И когда я дома, он тоже спит. Он не спит, только когда кушает, немножко гуляет. И, в принципе, всё. И больше другого времени нет у него. Так, вся жизнь проходит. Так, ля-ля-ля, у меня первый цветочек расцвёл. Ещё вот раз, два, три, четыре, пять. Вот первый. Самый первенец мой. Ну, и, как всегда, у меня базилик растёт. Как раз сейчас хочу сорвать. Том, что ты такой преданный, а? Я же тебе говорю, иди гуляй, не сиди возле меня. Иди гуляй, Том, иди, иди гуляй. Я тут на лавочке села посидеть, а он стоит возле меня. С ним ходить надо, да? Какая красота. Просто красота. Том, ну, хватит портить цветы. А то такие розовенькие, красивые. Очень сиреневые. Круто. Ой, так мне нравятся эти цветочки. Вообще, вот, девочки, красивые. Очень красивые, да? У нас середина зала ночи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова